Всем привет! В этом видео вы узнаете о том, почему игроки так недовольны новым игровым режимом Театром Воображариумом, а также несколько полезных советов по прохождению. Всем приятного просмотра! Вчера в игре появился новый режим Театр Воображариум. Как видите, я его уже прошла и собрала все награды. В итоге дали не просто 1100 примагемов, а 1720, чем приятно порадовали. Но за последний день во всех соцсетях появилось просто огромнейшее количество жалоб на новый режим. И в итоге, несмотря на то, что все его очень ждали, большинству игроков осталось крайне недовольно, ведь они просто не могут его пройти. А уже 5 июля в моем телеграме появятся промокоды на 300 примагемов в сумме. Не пропустите их, ссылка в описании. А предзагрузка новой игры от Хойверс с Энлезон Зеро уже доступна, ссылка тоже в описании. На самом же деле режим достаточно легкий, если разобраться в методике его прохождения. Ну и если у вас в наличии много персонажей, конечно же. Я прошла его буквально за 15 минут, и мой первый вопрос был, и это все? Потому что сразу же выдали все награды, и на этом развлечения закончились. Начнем с того, что вам нужно набрать 10 персонажей. Если вдруг вам пишут, что персонажей недостаточно, то просто прокачайте старых до 70 уровня. Обязательно нацепите хоть какие-то артефакты и оружие на слабых персонажей, чтобы они хоть что-то наносили. Для прохождения смешивайте слабых и сильных персонажей в один отряд, чтобы потратить слабых и сохранить сильных для более поздних этажей. На начальных уровнях театра противники более слабые, поэтому сильных персонажей постарайтесь приберечь на потом, и не тратить сразу. Одного прокачанного персонажа можно взять у друзей. Ну и обязательно тратьте цветочки на усиление и добавление новых персонажей в отряд. Они вам больше ни для чего не пригодятся, и копить их уж точно не нужно. Напишите в комментариях, как ваши успехи с прохождением театра Воображариума. Ну а на этом у меня всё. Подписывайтесь на канал и всем пока!